Девушки, всем добрый день! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. В Москве прекрасное летнее утро. Сегодня вторник, 61-й лоскутный эфир. Я вернулась в пробежки. И сейчас, пока свет хороший, я расскажу вам о такой вещи, как холст. В прошлый четверг, 14 июня, я провела лоскутный эфир, где я рассказывала вам о тканях, об инструментах, о полезности лоскутного шитья. Ну, а сейчас вы узнаете про холст. Что такое холст? Дадим определение. Холст – это кусок неглаженной пяди, размером примерно 1,5 на 2 метра. Для чего нам нужен этот холст? Холст нам нужен для того, чтобы правильно, корректно и креативно формировать наши творческие работы. Вот, посмотрите. Вот у меня холст. Сейчас я подниму немножко, чтобы вам было видно. Видно? Ага, хорошо. Вот у нас холст, повешенный на дверце шкафа. Видите, у меня специальные вешалочки. Его можно повесить не только на дверце шкафа, можно повесить на шторы, можно повесить даже на занавеску в ванной. Лишь бы можно сделать специальную раму, повесить ее на стену. Но это кто профессионально занимается. И таким образом вы сможете формировать ваши работы. И вот посмотрите, что я здесь делаю. Я сейчас макетирую, как у меня будет формироваться детское лоскутное одеялко. Вот давайте подойдем поближе и посмотрим, что у нас получается. Вот смотрите, при помощи холста на белом фоне. Я очень хорошо вижу, да? Посмотрите, вот я сейчас формирую розовых дачников. И вот мне очень легко на такой горизонтальной поверхности даже формировать отношения. Посмотрите, значит, вот девушка смотрит сюда. Сюда немного вниз. Она занимается чем-то своим, да? Вот девушка, которая смотрит немного сюда. Эта девица катится сюда. Эта девица катится сюда. Посмотрите, и центр, как бы, их внимания. Это вот совершенно замечательный такой товарищ, который не знает, кому же подарить эту розу прекрасную? Этой или той, или что-то еще у него на уме. А вот еще одна, посмотрите, вот еще один человечек с собакой. Вот девушка, которая думает о птицах, вот девушка, которая думает о бабочках. То есть, посмотрите, благодаря холсту я формирую некий сюжет, на котором формируются какие-то, ну, скажем так, отношения, отношения этих дачников между собой. И вот уже дальше, сформировав вот таким образом, я буду выстраивать композицию. Ну, итогом, давайте подытожим, что же нам дает такой холст? Ну, во-первых, это пространство, на котором удобно принимать решения. Во-вторых, это возможность поиграть с композицией, не перекраивая, не распарывая ничего. Вот на предварительной стадии, скажем так. Ну, мы комбинируем блоки, кроме этого. И затрат на это, конечно, у нас минимальный. Поэтому посмотрите, холст, кусок бязи, размером полтора на два метра, можно больше, можно чуть меньше. Бязь должна быть неглаженной. Потому что, когда бязь неглаженная, смотрите, вот эти кусочки, ну, они легко пристают к ней, видите. Я все равно их прикалываю булавочками. Ну, тем не менее, вот для начального макетирования мне хватает вот такого. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Ну, и не забывайте, что я, конечно же, приглашаю вас в Академию лоскутного шитья. У нас первый поток стартует с 1 июля. Поэтому приходите, учитесь, шейте красиво и правильно. С вами была Лада Христинка, мастера лоскутных одеял. В майке после пробежки. Ну, ничего, всем удачного дня. Пока! Продолжение следует...